Двойник Эмилии Сажей Один из случаев фотографирования двойников, сообщенный Глендин Винген, неожиданно получает разъяснение в случае Эмилии Сажей. Глендин Винг говорит, однажды получили мы портрет медиума в той позе, в которой он был минут 10 перед выставкой в пластинке. Когда он находился на полпути между камерой и фоном. Далее, когда за разъяснением обратились к планшетке, получился такой ответ. Медиум оставил свой след на своем месте, и если бы тут был ясновидящий, то он увидал бы его на этом стуле. И что же мы считаем про Эмилии Сажей? Случалось так, что когда она вставала со своего стула, образ ее видели еще сидящим. Замечательное совпадение. Эти две строчки дают ключ для понимания другого случая фотографирования двойника, сообщаемого господином Пьерарром. Паул Лучи, фотограф из Киавари, возле Генуи, снимал однажды группу из трех персон. Когда пластинка была проявлена, позади группы появилась четвертая фигура, двойник помощника фотографа, который за несколько минут до открытия объектива находился позади группы, усаживая ее в надлежащие позы. Гведой, инженер, приятель господина Паул Лучи, сообщая об этом факте, господину Пьерару рассказывает и о всех химических манипуляциях, посредством которых он убедился, что изображение фигуры находилось действительно на колодиуме, а не на стекле по недосмотру. Факты прямого экспериментирования в этом направлении немногочисленны, но они существуют. Так господин Кольман сообщает, что дочь судей Эдмонса, мисс Лаура, могла иногда по своему желанию проецировать дух свой, являясь в образе, передавая сообщения людям, которым она чувствовала симпатию. А мисс Мэпс, дочь профессора Мэпса, со своей стороны подтвердила господину Кольману, что ее приятельница мисс Эдмонс явилась, являлась ей и передавала сообщения, хотя телесно они жили на расстоянии 20 миль друг от друга. Кольман передает еще другой случай этого рода. Более современные случаи экспериментирования упоминаются в прижизненных призраках Аксаков. Двойник матери у постели умирающего сына. В 1880 году, пишет полковник Броун, служащий в Аллахгабаде в Индии, я находился также на службе, как и теперь. Множество европейцев болели в тот год лихорадкой, и вот в один прекрасный день меня послали на станцию железной дороги встретить одного больного офицера по фамилии Робертсон. Впровожатый мне был дан доктор Джонс. На обратном пути Робертсона надо было отвезти на Амбоин. Мы подвигались очень медленно. Больного несли на носилках несколько человек кули. Каждый вечер мы или останавливались ночевать в гостиницах, или же располагались лагерем. А однажды вечером мы остановились в палатке, и я отправился сменить Джонса у постели Робертсона, которому было так дурно, что мы по очереди дежурили около него. Когда я вошел в палатку, Джонс отвел меня в сторону и тревожно шепнул, что Робертсону так скверно, что вряд ли он переживет ночь. Как я не уверял его, что останусь при больном безотслышно, он ни за что не хотел уйти. Мы уселись вдвоем у постели Робертсона. Было около полуночи. Вдруг больной стал метаться и окликнул нас. Мы оба встали. И тут даже на мой неопытный глаз стало ясно, что конец близок. Внезапно у входа послышался шорох. Джонс и я быстро взглянули по направлению ко входу, и вдруг видим, что полок палатки стал тихо-тихо раздвигаться. И в палатку вошла пожилая женщина. Она быстро подошла к постели больного, наклонилась над ним. И в отчаянии, ломая руки, горько-горько заплакала. Через несколько минут она встала и ушла. Но мы хорошо успели разглядеть ее лицо. Мы с доктором были до такой степени поражены неожиданным появлением незнакомки, что ни одному из нас не пришло в голову заговорить с нею. Но как только она вышла из палатки, я моментально пришел в себя и быстро последовал за нею. К моему удивлению, вокруг и около палатки не оказалось даже и следов живого существа. Робертсон умер в ту же ночь. Необходимо заметить, что, описывая мною ночь, мы находились в 30 милях от ближайшего обитаемого пункта. На следующее же утро мы тронулись к амбоину и везя с собой тело умершего товарища. Через три месяца Джонс уехал в Лондон в отпуск и взял с собой шпагу Робертсона, его часы и еще кое-какие вещи для передачи родным покойного. Когда доктор приехал в дом Робертсона, его вели в гостиную и просили подождать. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошла та самая пожилая леди, которую мы оба видели в джунглях Индии. Это была мать Робертсона. Джонс, конечно, моментально узнал ее. Она рассказала доктору, что ей было видение. Больной сын лежал умирающий в палатке. Она записала число и час. По сравнению с памятной книжкой доктора, оказалось, что и число, и час совпадали буквально. Прикосновение рук Роберт Купер из Истберна сообщает следующий факт. В молодости я, будучи сиротой, жил в семье моих отдаленных родственников. Они же приятели одну из моих двоюродных сестер, осиротевшей почти одновременно со мною. Она предчувствовала смерть каждого члена нашей семьи, на каком бы расстоянии он ни находился, которая возвещалась ей каждый раз каким-нибудь сверхъестественным явлением. Как-то вечером она пошла вниз в чуланчик за угольями и вдруг сбежала обратно в комнату с пустой корзинкой в руках. Бросив корзинку на пол и опустившись в первое попавшееся кресло, девушка, видимо, сильно перепуганная, закрыла лицо руками. Оправившись немного, она рассказала мне, что не успела она навойти в чуланчик, как на плечо ей легла совершенно белая и как лед холодная рука. На другой же день умерла наша тетка. Через несколько времени, когда она приспокойно стояла у окна, ровно ни о чем не думая, кто-то взял ее за плечи и повернул спиной к окну. В ту же минуту она увидела свою сестру, жившую в другом городе. Оказалось, что эта женщина умерла как раз в тот момент, когда она явилась в своей сестре. Двенадцать человек видят двойников. В 1833 году, сообщает Роберт Иоанн, в штате Агея, некто Смитсон выстроил новый флигель около старого дома, где он жил со своей всей семьей. А однажды вечером, часов около семи, жена Смитсона увидела, что дверь в новый флигель стоит открытую, и около двери в кресле качалки сидит ее 16-летняя дочь Рода с 4-летней сестренкой Люси на руках. Мать сильно удивилась, так как только что видела обеих девочек наверху, она поспешила послать за ними. Девочки прибежали и к неописуемому своему удивлению видели самих себя, или лучше сказать, своих домоведников, сидящих в кресле. Позвали отца все семьи в количестве 12 человек, и все 12 ясно видели двойников Рода и Люси, сидящих в кресле, в то время как настоящие Роды и Люси стояли около. Дети в кресле и настоящие дети были как бы две капли воды, похожие друг на друга. Даже платья, передники, ленточки в косах, все было вполне одинаковое. Посмотрев на это странное явление минут пять, сам Смитсон направился через двор к флигелю, решившись раскрыть тайну. Не успел он сделать и двух шагов, как Рода. Двойник встала и продолжала держать сестру на руках. Легла на порог, изумленный отец остановился. Девочка пролежала на пороге минуты две и затем на глазах у всех, так сказать, ушла в землю. Когда все вошли в новый флигель, там, разумеется, не оказалось и следа человеческого существа. Обе девочки умерли в том же году. Призрак живого человека, виденный одновременно тремя лицами. Лез шесть тому назад я ехала по железной дороге от Ниагарского водопада до Висячего моста. Оглянувшись случайно назад на дверь вагона, я увидела мать мою. Улыбаясь, направлялась она ко мне со своим вечным белым мешочком в руках. Я вскосила с места с радостным возрастом. «Как? Матушка, вы здесь?» И бросилась к ней навстречу, но она исчезла та же мгновенно, как и появилась. Я спросила стоявшего у дверей вагона кондуктора, куда ушла дама с белым мешочком. Он ответил, что как раз в ту минуту, когда он увидел ее и хотел предложить ей взять ее мешочек, она исчезла. Обратившись к сидевшей около меня даме, я спросила, видели ли вы ее? «Да», — отвечала моя соседка, «но она тотчас же ушла». Я была очень этим встревожена, предчувство недоброе. И по прибытии на станцию послала телеграмму, спрашивая о здоровье матушки. Мне ответили, что она была серьезно больна, но теперь начала уже поправляться. Впоследствии я узнала, что в тот же день и приблизительно в тот же час, когда мы трое видели ее в вагоне близ висячего моста, она лежала больная в Уэстерфильде, на расстоянии многих миль от нас. И ей снилось, что она находилась со мной в вагоне. Этих фактов, хорошо проверенных, вполне достаточно, чтобы признать явление двойничества. Здесь, кстати, сказать, что явление двойников не всегда указывает на смерть того лица, которому принадлежал двойник. Двойничество, как психофизиологическое явление, ведет, по нашему мнению, к весьма важным выводам. Оно указывает на возможность материализации, то есть явления, например, умерших в чувственном виде. Оно говорит, что еще при жизни человека душа, его формирующая и двигающая двойники, есть великая духовная сила, способная к формированию из вещества тонких, как бы эфирных организмов. Наконец, явление двойников дает, так сказать, возможность наглядно убедиться в несомненном бытии духовных тел, прославляемых после воскресения мертвых, прославленных. Интересный факт в области литургического сна. Американская газета Boston Post рассказывает о следующем случае. Лауфман, известный торговец в течение двухсуточной литургии, видел себя ходящим по комнатам, слышащим все, что в это время о нем говорилось, и мог свободно выходить из дому и опять в него возвращаться. Он говорил, что странное это состояние происходило со мной два года тому назад, когда я заболел в бытность мою в Манката. Декабря 26 в 11 часов утра доктор признал меня мертвым, и тело мое готовили к погребению. Приехал брат мой, Лауфман, вызванный телеграммой о моей смерти. В это роковое утро я внезапно почувствовал неописуемое ощущение. Оно началось с оконечности ног. Пронизало меня до самого темени, сквозь которое оно вышло как бы наружу. Ощутив вдруг чувство свободы и облегчения, я увидел себя в человеческой форме, стоящем посреди комнаты. И в это же самое время я остановил мертвое мое тело, лежащее на постели. Выходя из комнаты, я в дверях встретился с одним из докторов, входящих в нее. Но он не обратил на меня ровно никакого внимания, что крайне меня удивило. Выйдя из дома, я шел по Калифорнийскому проспекту, где увидел старого своего приятеля, господина Блоза. В знак «Привет» я ударил его по плечу, но рука моя прошла сквозь его тело. Не говоря ни слова, я еще раз попробовал ударить его. Но результат был один и тот же. Я тщетно старался обратить его внимание на себя. Следя за ним, я ясно видел, как, перейдя через улицу, он некоторое время простоял у окна магазина, рассматривая выставленную там машину. Кстати, заметим, здесь говорит газета, что господин Лауфман имеет письма и телеграммы в доказательстве того, что господин Блоз находился в данное время именно в том же городе, в котором господин Лауфман его видел. И что господин Блоз здесь светильно тогда останавливался у окна, рассматривая машину. Остая Блоза, я возвратился в больницу, чтобы посмотреть, что осталось с моим телом. Дверь больницы оказалась запертой, но это не мешало мне не только видеть комнату, но и проникнуть в нее. Посмотрев некоторое время на мертвого себя, я затем ощутился в комнате, где доктора обсуждали казус, случившийся со мною. Я оставался тут до прибытия моего брата, вернувшись с ним и с докторами в комнату, где лежало мое тело. Я увидел ужас, выразившийся на лице брата, когда он посмотрел на мое мертвое лицо. Брат провел всю ночь в этой комнате, где оставался с ним и я, наблюдая за тем, как наконец он заснул. В течение 37 часов и 58 минут тело мое лежало трупом. Я оставался все время тут, близ брата и докторов. Я слышал и помню все, что они говорили. Доктора хотели скрыть тело, чтобы узнать причину внезапной смерти, но брат мой воспротивился этому. Вам, конечно, хочется знать, продолжает господин Лауфман, каким путем я вернулся в мою скорлупу. Случилось это следующим образом. Один из врачей и специалистов пожелал испробовать на мне новый электрический аппарат, на что брат мой дал свое согласие. И не отправились они к моему телу. Я пошел вместе с ними, чтобы наблюдать за здействием машины. Электроды приставили к ногам трупа. И тогда я ясно ощутил влияние токов, стоя посреди комнаты. Следующее затем ощущение было невыносимое страдание во всем моем организме, что дало мне понять, что я вновь вернулся в свое тело. Так как оно-то именно и страдает. Передавая рассказ господина Лауфмана, мы прибавляет газета Бостон-Пост. Здесь, в Манката, все хорошо знаем о тяжкой болезни рассказчика, длившейся месяце, а также о его медленном после нее выздоровлении. Мы верим, что сон, литургия и смерть – суть одно и то же. Развоение человека на душу и тело. Двойник полкового командира. В одном из гвардейских кавалерийских полков в недалеком прошлом случилось крайне загадочное происшествие. Вот рассказ о нем со слов очевидца бывшего офицера того полка. В полку ожидали приезда вновь назначенного полкового командира. В один из весеров увидели, что приготовленная для него квартира освещена. Полковой адъютант, дав знак товарища во приезде начальника, поспешили ему представиться. Его примеру последовали и другие офицеры. Когда все собрались в зале, полковой командир вышел из кабинета, поговорил с офицерами и, сделав некоторые распоряжения, отпустил всех домой. На другой день утром вновь дали знать о приезде полкового командира. И удивленные офицеры опять собрались по-вчерашнему в зале. Опять вышел командир из соседних дверей, говорил то же самое, что вчера, отдал те же приказания и в сопровождении адъютанта, продолжая разговор, направился в кабинет. Подойдя к дверям, он вздрогнул и остановясь, спросил адъютанта, видите ли вы? Получив отвердительный ответ, командир сделал рукой знак офицерам подойти. Когда все приблизились, то увидели, за писанным столом сидел другой командир полка, его двойник. Тогда действительный командир быстро подошел к своему двойнику, и когда последний моментально исчез, он мертвый упал на пол. Случай этот, записанный адъютантом и засвидетельствованный подписями всех присутствовавших офицеров, хранится в полковом архиве. Двойник одного студента. В конце сороковых годов я воспитывался в Московском коммерческом училище, где в то время преподавателем немецкого языка и воспитателем старших классов был Г.Ш. Это был достойнейший и уважаемый человек. Часто по вечерам в одни его дежурств, после репетиции, он собирал нас вокруг себя и рассказывал нам различные случаи своей богатой воспитой воспоминаниями жизни. Однажды у нас зашел разговор о сверхъестественном, и он рассказал следующее. Давно это было, господа, лет двадцать, если не больше, в бытность мою студентом Дербского университета. В ту памятную для меня осенние ночи я возвращался с одной вечеринки в сопровождении моего задушевного приятеля и однокурсника. Дойдя до дома, где он жил, предложил мне переночевать он у него. Хотя мне было и недалеко идти, но на Мариенгофе, где я тогда жил, осенью и весной бывала непролазная грязь. Я с большим удовольствием принял предложение своего приятеля. Гэль занимал маленький в две комнатки флигелек, уединенно стоявший в глубине довольно большого двора. Подходя к флигелю, мы заметили, что окна его освещены. «Разве к тебе кто-нибудь приехал?» спросил. Я знаю, что где жил совершенно один. «Нет, я никого не жду. Да при том, квартира моя заперта и ключ от нее у меня любопытный. Кто бы это мог быть? И как он попал туда?» Посмотрим-ка в окно. Мы подошли к одному из освещенных окон, заглянули внутрь и остолбенели. Прямо против нас на диване перед столом тускло освещенным мигающим пламенем оплывшей свечи. Сидел в халате и читал книгу никто иной, как сам Гэ. Едва, удержав крик изумления, я взглянул на моего приятеля, побледневший широко раскрытыми, удивленными глазами и с каким-то жадным любопытством смотрел он на сидящего. Я протер глаза и вторично взглянул в окно. Перед глазами была опять та же картина. Я слегка толкнул локтем. «Кого ты видел там?» Кивнул на окно, спросил он меня, сдерживая волнение. «Как это ни странно, но я видел тебя». «Да, я тоже видел себя». «Какое удивительное сходство, как будто мой двойник», задумчиво произнес Гэ. «Очевидно, это чья-нибудь шутка. Пойдем и убедимся в этом». «Моему двойнику некуда деться. Выход один». Войдя в сене, мы зажгли висевший там фонарь, аккуратно заперли входную дверь и вошли в квартиру. Опять удивление. Свет исчез. Лишь мягкий серебричный свет луны слабо освещал комнаты. Осмотрели свечу, она была в таком виде, как будто ее и не зажигали. Предполагалось, что мистификатор, заслышав нас, успел куда-нибудь спрятаться, мы начали его искать, обыскать квартиру студента, минутное дело. Но мы так тщательно искали, как будто отыскивали потерянную иголку. Но все наши поиски ни к чему не привели. Двойник, как сквозь землю, провалился. «Что ты об этом думаешь?» обратился ко мне Гэ. «Я сам хотел предложить тебе этот вопрос. По моему мнению, это не что иное, как галлюцинация. Хотя странно, что она явилась у нас одновременно и в одинаковой форме. Ну и успокоимся на этом. Завтра, может быть, найдется решение этой загадки. «Утро вечера мудренее», говорит пословица. «А теперь пора спать», сказал я. «Тебе придется лечь на этом диване. Ты не боишься?» спросил меня Гэ. «Что за вздор?» «Ну и отлично. А я лягу в другой комнате на своем обычном месте». Леляя надежды поскорее заснуть, я лег и загасил свечу. Но сна не было. Мысль, помимо моей воли, лихорадочно работала в одном направлении, стремясь найти хоть какое-нибудь объяснение заинтересовавшего меня факта появления двойника. Как ни старался я изменить течение своей мысли, все было напрасно, и желанного сна все не было. Моему приятелю, очевидно, тоже не спало. Через тонкую деревянную, разделявшую нас перегородку, я слышал, как он беспокойно ворочался на своей постели. Откашивался, извертка бормотал что-то. Я кликнул его. «Совсем, брат, не спится», ответил он. «Какое-то беспокойство, владело мной. Какое-то невыносимо тягостное чувство гнетет меня. Стыдно сознаться, но мне просто страшно здесь. Я перейду к тебе. Я не могу оставаться в этой комнате». «Зачем же дело стало? Переходи!» Через несколько минут я перебрался ко мне, мы закурили трубки и заговорили о происшествии этой ночи. Вдруг в соседней комнате раздался страшный треск, сопровождаемый ужасающим грохотом. Послышался сильный стук, как бы от падения чего-то огромного. Затемели разбитые стекла. Волна чего-то удушливого хлынула в наши комнаты и захватила нам дыхание. Обезумев от страха, растерянные, мы бросились к дверям и остановились на пороге, пораженные. Перед нами вышелась безобразная груда, обломков досок, балок и мусор. Потолок вместе с накатом рухнул и скрыл под собой все находившееся в этой комнате. Ведение себя. Мне 41 год, рассказывает одна дама, я, пользуясь превосходным здоровьем, никогда не занималась никакими спиритическими опытами и не страдала нервами. В марте 1891 года я жила своей дочери в 17 лет в маленькой квартире на первом этаже на Невском в доме князя Исупова номер 84. Вечером 15 апреля у нас был в гостях архитектор Г. Уходя в 11 часов вечера он спросил, не хотим ли мы прогуляться, так как моя дочь очень хотела пройти, то я согласилась. Я вышла в свою спальню и там сменила на черное платье бывший на мне белый капот с синими лентами, завязывавшимися по талии. Мы проводили нашего гостя до Казанского моста и возвратились домой, спокойно разговаривая. Дочь моя сняв пальто, прошла первая из прихожей в наш маленький зал. В зале там две двери, одна из прихожей, другая наискось от нее ведет в комнату моей дочери. Я остановилась на минуту в прихожей, сказать что-то прислуги, снимавшись с меня пальто, затем сделала шаг вперед к дверям зал и остолбенела. Вот в дверях комнаты дочери лицом ко мне стояла белая фигура. Я усиленно замигала, как бы желая рассеять то, что мне мерещилось. И сделала еще шаг вперед. Белая сделала тоже шаг вперед. И ясно различила, что это я сама. То есть, что привидение, шедшее мне навстречу, была я своей высокой прической в белом капоте с синими лентами. Падавшими концами от пояса почти до полу. Зал был освещен большой лампой, и я видел себя так ясно до мельчайших подробностей, как если бы я стояла перед большим зеркалом. Узнав себя, я вскрикнула и закрыла лицо руками. Дочь моя, не видавши ничего при моем крике, бросилась ко мне. Она стояла спиной ко мне и устала и снимала перчатки и шляпу. От мгновения, когда я разглядела привидение и моего крика, прошло, конечно, гораздо менее времени, чем теперь при описании. Несколько минут я ничего не могла отвечать ни дочери, ни прибежавшей прислуги. Я только дрожала, скрикивала и рыдала. На неотступные вопросы дочери я не сумела придумать ничего и сказала прямо, что видела себя. Рассказывая, несколько раз приживалась и вздрагивала. Испуг мой сообщился и дочери, и прислуги. Через полчаса, выпив воды, намочив голову, я решилась войти в комнату дочери. Там не было ничего белого, капот оставался в моей спальне на моей кровати. Ничего вообще такого, что могло бы произвести иллюзию. Ночь была безлунная. Дочь моя не решилась лишь спать в своей комнате. Целую неделю спала в зале на диване. В ее же комнате горела день и ночь лампады перед образом, и туда ходила только горничная. С тех пор в этой квартире я не имела покоя. Я часто слышала звонок, в особенности ночью. А раздавался он до того громко и отчетливо, что я вскакивала с постели, будила прислугу и шла к дверям. Но никого не было. Прислуга очень часто слышала мой голос и приходила ко мне, когда я и не думала звать ее. Нервы мои расшатались, я начала чувствовать, сознавать и даже ощущать присутствие в квартире невидимого существа. Существом это было я, отделившееся от меня часть меня самой, занимающее место и пространство. Это существо иногда лежало на моей кровати, иногда сидело за моим рабочим столом. Присутствие его я немедленно ощущала по особенному холодному трепету, пробегавшему по мне. Иногда я слышала, как оно вздыхало. как человек здоровый, умственный и физический, я всеми силами стал обороться с охватывающим меня безумием. В апреле я переменила квартиру, приняла целый ряд мер к восстановлению своего душевного равновесия. В настоящее время я снова имею хороший сон, аппетит, много читаю, работаю и чувствую себя вполне свободной от всяких видений. Замечательно, что подобные видения себя самих у нас в роду. Мой отец, моя бабушка и мой прадед имели тоже видения при другой характерной обстановке. И подобные явления не влекли за собой смерть, но последствием этих видений было какое-нибудь коренное изменение в судьбе или они служили предостережением перед большой опасностью. Двойственность личности в ревью Scientific за декабрь месяц 1883 года помещена статья профессора Азам, представляющая свод наблюдений автора над фактами, имеющими глубокий психологический интерес. Автор в начале статьи заявляет, что он разумеет здесь лишь личность моральную и интеллектуальную. У человека, говорит он, личность играет преобладающую роль. Человек как дух и материя одновременно имеет двойственную природу, но как духовная личность он един. Есть много случаев, продолжает он, когда человек теряет понятие о своем я, когда он воображает себя другим лицом и совершенно забывает, чем был прежде. Пропускаем множество примеров, приводимых автором, которые легко могут быть объяснены болезненным состоянием органов, и укажем на случай, где это объяснение не так очевидно. У одного молодого человека с 17 лет здорового телосложения проявились истероэпилептические припадки. Из многочисленных болезненных симптомов один был особенно замечательен. Однажды после жестокого припадка он вдруг забыл все, что только с ним было прежде, всю свою предыдущую жизнь, и сделался совершенно как бы новой личностью. Все в нем радикально изменилось, характер, нравственные понятия, умственные силы, привычки, он даже забыл партняжное ремесло, которому выучился раньше, так что нужно было его вновь перевоспитывать. Это состояние второй личности продолжалось с ним около года. После же повторения такого же болезненного припадка, какой с ним был год назад, его прежняя личность вернулась к нему вполне, получив внезапно все свои прежние привычки, характер, нравственные понятия и все свои небольшие познания. В то же время он совершенно забыл все, что было с ним в продолжении года, когда он носил в себе вторую личность. Один полицейский служитель вследствие полученных им сильных ударов по голове почувствовал странную перемену в своем сознании. Не имея никаких признаков сумасшествия, он считал себя двойной личностью, говорил всегда «мы», говоря о себе и часто говорил за обедом «я сыт, но другой еще не насытился». Наконец он сделал покушение на самоубийство, желая убить этого другого и кончил жизнь в полном безумии. По вскрытии трупа нашли значительное неравенство между двумя мозговыми полушариями. Это неравенство может до известной степени объяснить странную идею больного о присутствии в нем двух различных личностей. Объяснение это согласуется с предположением Льюиса, который объяснил факт раздвоения личности неравномерным отправлением мозговых полушарий. Встречаются иногда субъекты, по-видимому, имеющие две души. Это выражение, конечно, не точно. Лучше было бы сказать двойственность сознания, которого владевают их телом по очереди. Так, в Лондоне был молодой человек, служивший на железной дороге. Он аккуратно посещал церковь, вел себя очень скромно, не пил, в карты не играл и вообще слыл за прекрасного молодого человека. А однажды, к всеобщему удивлению, он явился на скамье подсудимых. Его обвиняли в краже со взломом. Полиция уверяла, что он был соучастником известного общества воров. Друзья же его утверждали, что он был честным, трудолюбивым и вообще примерным юношей. За ним стали наблюдать и оказалось, что каждую ночь он терял сознание и затем приходил в себя уже совсем другим человеком. Странный случай произошел несколько лет тому назад в одном исправительном заведении. Магистрат послал туда одного мальчика, наводившего ужас на все заведение. Он был жесток, дрался, лгал и крал. однажды он увидал в поле змею, от страха упал без чувств и когда проснулся был совсем другим. Он сделался кроток, правдив и услужлив, но не узнавал никого из окружающих, постоянно сбивался с пути.